здесь есть не мусульманин подходи пожалуйста добрый вечер доктор закер меня зовут энтони я из к 3 сейчас я христианин до этого я учился делать молитву я был практикующим мусульманином если вы позволите я хотел бы задать вам вопрос причина по которой я принял христианство у него есть много схожестей с исламом насколько я знаю ислам пришел вместе с пророком мухаммадом христианстве мы тоже верим что аллах это единственный бог которому мы поклоняемся и также насколько я знаю в исламе говорится что в конце времен иисус спустится обратно на землю мусульмане называют его пророком иса в таком случае что плохого если я буду следовать христианство ведь иисус все равно спустится обратно на землю как последний посланник наш брат сказал что в прошлом он был верующим мусульманином и совершал намаз но после этого он принял христианство и еще он сказал что он верит в одного бога и что мухаммад посланник бога и он задает вопрос что иисус мир ему снова спустится на землю ближе к концу света поэтому если он вернется обратно на землю будет ли он последним посланником это его вопрос брат в коране ясно упоминается в суре ан-неса глава 4 аят 158 что аллах субханаху атааля вознес иисуса айса мир ему к себе это значит что айса мир ему был вознесен живым причина по которой аллах вознес порока иисуса живым потому что все последователи посланников которые приходили до него адам ной ибрахим маисей пророк мухаммад мир имя богословения аллаха все их последователи кроме последователей пророка иисуса мир ему все они верили что они были посланниками бога но в случае иисуса мир ему было недопонимание большинство его последователей сказали что он заявил что он бог поэтому аллах субханаху атааля вознес его живым чтобы во втором пришествии он смог испытать христиан что он никогда не заявлял о божественности аллах сказал в суре аль маида глава 5 аят 116 ой иисса сын марьям говорил ли ты людям примите меня и мою мать двумя богами наряду с аллахом он сказал это чтобы испытать их но иисус ответил я не говорил им ничего кроме того что ты мне повелел поклоняйтесь аллаху моему господу и вашему господу поэтому аллах вознес иисуса живым чтобы во втором пришествии он мог испытать христиан что он никогда не заявлял о божественности и когда он придет в конце времен он не придет в качестве посланника бога потому что эпоха посланников закончилась эпоха пророков закончилась аллах ясно сказал в суре ахазяб глава 33 а яс 40 ма кана мухаммад ун аба адим миржаликум валахи расул аллаху хатимин набии ваканна лаби кулейшин алима мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей а посланник аллаха и печать пророков то есть последний из пророков аллах знает о всякой вещи после пророка мухаммада больше никто не придет с новым пророчеством когда иисус мир ему спустится он не придет с новым пророчеством но когда он придет он сломает крест убьет антихриста и убьет свинью как об этом было сказано в хадисе и он испытает христиан сказав что он никогда не заявлял о божественности но он придет как часть уммы пророка мухаммада мир ему поэтому пророк мухаммад остается последним и заключительным посланником по этой причине иисус мир ему сказал в библии в евангелии от иоанна глава 16 стихи от 12 по 14 и еще многое имею сказать вам но теперь вы не можете вместить когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину здесь он не говорил что я вернусь и буду наставлять вас на истину но он сказал что после него придет дух истины пророк мухаммад мир ему и наставит вас на истинный путь и он будет говорить что услышит и будущее возвестит вам поэтому здесь ясно говорится что последний посланник этому хаммад мир ему а не иисус мир ему надеюсь я ответил на твой вопрос брат ты веришь что есть только один бог да я верю ты веришь что иисус это бог или посланник бога он посланник бога без Staatsan ты веришь что пророк мухаммад мир ему являются посланником бога да он является таким же как иисус то есть посланник бога правильно да но ты веришь что тут про хrir а gird это последний и заключительный посланник да я верю это зная что ты мусульманин брат Почему? Потому что любой, кто верит в одного Бога и верит, что Иисус его посланник, и верит, что пророк Мухаммед – это последний и заключительный посланник, является мусульманином. Ты согласен, брат? Брат, хотел бы ты произнести шахаду на арабском. Да, я готов. А теперь повтори это на своем языке. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что пророк Мухаммед – посланник и слуга Аллаха. Ма-шаллах, ты стал мусульманином. Я буду молиться Аллаху, чтобы Он наградил тебя раем, иншаллах. И, иншаллах, Аллах простит тебе все прежние грехи. И еще я прошу Аллаха, чтобы Аллах помог тебе также наставлять других людей на истину, чтобы они пришли в Ислам. Доктор Найк, я являюсь вашим фанатом. Могу ли я выйти и пожать вам руку? Да, брат. Конечно, подходи. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. И также у них есть своя новостная лента. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. И в этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии.